18-метровый скалодром у Дворца спорта возводят ударными темпами. За несколько месяцев строители залили фундамент и смонтировали все металлоконструкции. Харьковские скалолазы регулярно следят за ходом работ. Это они добились, чтобы в Харькове появилось место для тренировок и состязаний. Вместе с архитекторами делали наброски скалодрома. Есть какая-то ассоциация с сужбой, такая двуглавая вершина на Кавказе, очень сложная и красивая гора, которую все альпинисты знают. Скалодром построен в виде арки. Левая его часть – эталонная трасса для скоростного подъема высотой 15 метров. На ней можно проводить международные соревнования. Правая сторона для состязаний на сложность. Здесь и уступы, и карнизы, и наклонные поверхности. Создавать их будут с помощью специальной водостойкой фанеры. По всей поверхности будут просверлены 26 тысяч отверстий, в которые можно будет крепить зацепы. Зацеп будет около 5-6 тысяч. Но их можно менять конфигурацию. Сегодня мы так лазаем, потом мы изменили маршрут, изменили сложность. Вместе с памятником Высоцкому скалодром составит единый комплекс. Со стороны будет выглядеть порталом сцены или триумфальной аркой со скульптурой Барда, рассказывает главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий. Поясняет, пятиметровый памятник Высоцкому на большой площади перед Дворцом спорта кажется маленьким, а вместе со скалодромом органично впишется в пространство. Ну, первое, что пришло на ум, ну, всем очень понравилось и поддержали все. Знаете, как говорят, срочно надо придумать название. Я говорю, как же назвать, как же назвать? Ну, как, скала, не скала, как же назвать? И тут вертикаль. И сказали, ну, просто в десятку. Сейчас в мастерской кипит работа над скульптурой Высоцкого. Мастер лепит из глины полноразмерную фигуру для создания формы. Времени на общение с прессой нет ни минуты. Сетуют, сроки поджимают. О ходе работ можно судить пока только по фотографиям. Планируется, конечно, открытие этого всего ко дню города. И планируется, чтобы были там и открытие памятника, и, конечно же, показательные выступления альпинистов в этот же день, и чтобы звучала музыка Высоцкого. В день открытия комплекса «Вертикаль» альпинисты планируют, кроме выступления, провести еще и международный фестиваль, а в будущем году организовать европейское первенство по скалолазанию. Впервые в Украине. Андрей Кравченко, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».